Хоккейный уикенд в Твери получился богатым на эмоции. Субботний день объединил сразу две группы поддержки и два фан-сектора белоголубых. А живой звук от группы Ундервуд обеспечивал мощную музыкальную часть игры. При такой поддержке «Динамо» не могло проиграть. А все подробности смотрите в нашем материале. Две шайбы в первом периоде стали ярким подтверждением того, что завершить игровой сезон команда из Твери собиралась мощно и красиво. Сначала Марк Верба проконтролировал отскок шайбы перед воротами и совершил важное последнее движение. А в концовке Дмитрий Уваров завершил красивую комбинацию броском по пустым воротам. 2-0. Буран же в стартовом отрезке выглядел замороженным. Ни серьезных моментов, ни хорошего движения. Атмосфера сегодня очень прекрасная. Сами видите, концерты, болельщики пришли за нас поболеть. Все для них, последние игры остались, мы хотим их порадовать, поэтому решили, как бы, ну, как мы всегда начинали, старались с первых минут, но сегодня атмосфера нас подбудрила. Однако во второй 20-ти минутке хоккеисты Бурана вернули веру в себя. Они выглядели активнее и отыграли один гол. Магомед Гимбатов бросил точно мимо щитка Вадима Жиренко. Но бело-голубые из четырех бросков соорудили такой же гол. Передачу от Ильи Шипова из-за ворот нашла Олега Зайцева, и тот поразил цель мгновенным броском. Надо за шайбу лучше цепляться в зоне атаки, больше агрессии на ворота, больше бросков. Нацеленность на ворота нужно добавить в этом. Динамовцы спокойно шли к победе над Бураном и добились своей цели. Их не интересовал соперник, они полностью наслаждались своей игрой. Очередной гол стал следствием высокого контроля над игрой и был похож на третью шайбу. Пас из-за ворот на сей раз нашел клюшку Леона Денисова. Для молодого нападающего этот гол стал первым в ВХЛ. А еще эта шайба подвела итог игре 4-1. Динамовцы в этот торжественный вечер празднуют победу.